Денис, приветствую тебя! Привет-привет! Наш первый эфир в рамках недели разбираем технически и фундаментально то, что интересно и видится сейчас в моменте на площадке. Делимся с вами, друзья, нашими рекомендациями. Мы очень хотим, чтобы вы зарабатывали вместе с нами, особенно тогда, когда рынок более-менее предсказуем в плане развития трендовой динамики. Денис, я думаю, что сейчас уместно продолжать говорить о том, что происходит с долларом. Тем более мы с тобой выбиваем 10 из 10 уже, которую неделю подряд. Не поддаемся, опять же, на локальные выпады вверх индекса доллара и все равно остаемся убежденными в том, что американская валюта абсолютно оправдана сейчас испытывает пресс. Я с позиции фундамента анализирую новостной фон и, разумеется, всем вам рассказываю. Денис тоже обращает внимание и на фундамент, но добивает, опять же, идею техническим анализом. И такой там демо у нас классный получается. Давай тогда к демонстрации экрана сразу прям и посмотрим в моменте на индекс американской валюты. Прямо сейчас, друзья, мы видим, как благополучно индекс доллара продолжает снижаться. 91.65, фактически два уровня поддержки у нас было. 92.10 и 91.70. Эти уровни остались позади. Индекс доллара поджимают. Да, если рассуждать в плане развития вот этого локального нисходящего канала, можно предположить, что где-то в районе 91.50 логично, если последует какой-то откат. Я допускаю, что такое может быть, потому что любой тренд – это переход инициатив от одних к другим, но все равно для вас, друзья, я оставляю в силе рекомендацию, что если вы хотите все-таки работать с фундаментом по доллару и дальше, нужно держать короткую позицию. Потому что все, что происходит в Штатах сейчас, начиная от кавирусной темы, статистики, перспективе все-таки официального признания Бадена президентом и готовящихся мер экономического стимулирования с, скажем, тандемом Джеромом Паулом и, соответственно, Джанет Йеллен или без Джанет Йеллен не имеет значения. Все указывает на то, что американская экономика будет дальше снабжать рынки деньгами и именно поэтому я рекомендую на долгосрок всем рассматривать фондовый рынок как очень хорошую среду, в отношении которой можно будет рассчитывать на сохранение бычьей динамики в 2021 году. Но вот говоря сейчас про индекс доллара, я уверен, что до конца этого года преимущественно баксы будут поджимать и, вероятно, мы даже увидим значение ниже 91 пункта. Да, сейчас мы котируемся, по-моему, минимум с 2018 года. Это, опять же, указывает то, что сам доллар очень сильно переживает за то, что с ним может произойти, как только в экономику валют дополнительные деньги. Я надеюсь, друзья, для вас это всех не новости. Вы вместе с нами работаете по тренду, в данном случае нисходящему. Раз уж мы говорим про индекс доллара, классически смотрим, Денис, тогда на евро. Я думаю, что у тебя, возможно, тоже будет своя точка зрения с позиции технического анализа. По евро, как и раньше, евро-доллар только лишь в ланге. Мы, кстати, накануне протестировали сопротивление 1.20. Для тех, кто смотрел наши прошлые рекомендации, мы настоятельны с тобой. Пытались убедить трейлеров, инвесторов поглядывать все-таки на отметку 1.20, как на уровень, который точно будет протестирован. Именно это и произошло. Сейчас снова мы откатили в район вот этой линии восходящего тренда, отбились от значения. Рядушка проходит еще и скользящая средняя. 137-й период для тех, кому интересно, какой таймфрейм для этого индикатора я использую. И снова растем. 1.1974. Я за последнее время, знаешь, проанализировал, прочитал, познакомился с большим количеством аналитических заметок, статей, деклараций, инвестбанков. В общем, объективно оценивая тот фундамент, который есть, именно слабость доллара, потом надежды на новые меры стимулирования в еврозоне и то, что это благоприятным образом отразится на европейской экономике, все это способствует тому, чтобы евро все-таки уходил выше и лучше. Тем более, если мы сейчас будем говорить и про такой приятный, наверное, осадок в виде вакцин и ожидания того, что они спасут мир и помогут покончить с коронавирусной темой, какой актив будет расти первым? Конечно же, это не защита инструмента, это не золото, это не тот же самый доллар, а риск. Главным валютным риском является как раз евро. То есть можно зайти с этой стороны, чтобы объяснить потенциал, сохраняющийся для роста этого инструмента. Какие цели можно преследовать дальше? Если вам нужна цель максимум, я напоминаю, что Morgan Stanley не так давно обозначили цели 1.25. Конечно же, до того, как мы доберемся до этого значения, пройдет очень много времени, потому что это все-таки 500 пунктов, даже чуть больше, если рассуждать с текущей значениями. Ну, например, ближайший целевой ориентир, который более скромный, мне кажется, более реальный до конца даже этого года, это 1.21, но может быть, чуть повыше. Короче, тенденция в Лонг сохраняется. Также нефть сейчас, безусловно, еще один актив, который интересен, потому что эту неделю мы начали заседание ОПЕК, технического комитета. Вчера должны были быть даны рекомендации для уже министерского уровня, как и что нужно обсудить, какие решения должны быть приняты. Но мы знаем то, что вчера не договорились, опять же, потому что очень много сейчас стран, которые в рамках ОПЕК+, которые очень критично оценивают свое членство в этой организации, потому что цены на нефть растут, а они вынуждены сокращать производство нефти. Это их, разумеется, раздражает, потому что они недополучают приличные объемы денежной ликвидности. Очень острая позиция сейчас Арабских Эмират, особенно после того, как они обнаружили еще одно месторождение недалеко от Абудаби, там емкость будет 2 миллиарда бар. Конечно же, они хотят сейчас запустить все производственные мощности на максимум и добывать, производить и экспортировать больше 4-5 миллионов баррелей в сутки. Однако в рамках обязательства ОПЕК они не могут превысить квоту по добыче 2,5 миллиона. Я думаю, что очень скоро назреет раскол в рамках стран ОПЕК. Сейчас локально ждем четверг, когда пройдет министерская встреча. В лучшем случае, о чем договорятся, это продлят действия текущих ограничений по добыче еще на 3 месяца. Но многие считают, и я разделяю такую позицию, что 3 месяца это будет слишком немного. Короче, это такая вялая мера, которая больше, наверное, спровоцирует разочарование, потому что из-за текущего спада спроса и ситуации с ковидом требуется сокращать серьезные объемы добычи именно в рамках Содружества страны ОПЕК+. Поэтому я бы рекомендовал, друзья, нефть сейчас рассматривать в качестве актива, который можно продать, и, например, присмотритесь к уровню поддержки в районе 47 долларов за баррель. Это как раз в том случае, если мы развернемся с текущих значений, пробьем линию восходящего тренда и будем тестировать 47. Если эта сделка выгорит, как говорится, то на дальнейшем снижении и плохом фундаменте далеко можем оказаться в районе 45 долларов за баррель до конца текущей недели. Денис, слово тебе передаю. Слово взял, показ рабочего стола сделал. Значит, по порядку. Что касается евро. На данный момент у нас, во-первых, начнем с того, что эта неделя является экспирационной для опционов, то есть месячные опционы будут экспирироваться у нас в пятницу. Следовательно, очень актуальным будет рассмотрение именно верхних границ по евро, потому что, по большому счету, верхнюю границу практически цена уже дошла. На данный момент премия от самого крупного колл-страйка находится на уровне 1.2025. Это динамический уровень, он постоянно скачет. Сегодня он был и в районе где-то 1.20. Потом, чем ближе цена к нему, тем больше это двигается. Но вверху у нас есть еще также уточняющая контрольная маржинальная зона, верхняя граница расширенного канала восходящего, плюс вчерашняя кульминация, которая была, это однозначно была кульминация как локальная, и очень часто происходит ее ретест. Поэтому я склоняюсь к варианту, что сегодня у нас будет проходить, сегодня, может завтра, в общем, на этой неделе у нас пройдет ретест максимумов вчерашнего дня по евро, причем очень, возможно, даже сложным перехаем. А после этого уже только цена сформирует более-менее такую значимую коррекцию. Потому что, на самом деле, если посмотреть с позиции уровня MaxPay, те, кто работает с опционами, думают, знают, что это такое. И по MaxPay у нас, получается, месячный находится на уровне 1.17.50. То есть весьма большое расстояние, а времени до экспирации весьма мало. Поэтому очень часто в такие экспирационные недели, особенно когда речь идет о месячных опционах, недельные – это еще такое дело. А вот именно месячные очень часто все-таки разворачивают цену. Поэтому как минимум хотя бы на коррекцию. У нас к ключевому профилю, это в район примерно 1.18.50, цена действительно может развернуться. Но я лично это ожидаю все-таки после перехая. То есть, по моему мнению, это вполне логично здесь будет. То есть делать перехай, вброс дополнительной ликвидности, как раз тестирование краев рынка, и только после этого уже красиво спикировать вниз. Ситуация по фунту, ну, всю прошлую неделю, реально, вся прошлая неделя у нас прошла во флете. Тут 130 пунктов, максимальный диапазон самого флета, где чаще всего двигалась цена – это 100 пунктов вверх, 100 пунктов вниз и снова в этом диапазоне. В идеале, конечно, тоже хотелось увидеть тестирование верхних границ. Верхняя граница сейчас находится на 1.3510 на данный момент. И в идеале, ну, хотелось бы, реально, хотелось бы увидеть движение вот в область 1.35, а затем уже оттуда более серьезное снижение. Потому что я смотрю, что по путь опционов уже даже началась некая активность. Ну, и плюс ко всему, также стратегически важный значимый экстрему тоже там присутствует. Если масштаб даже уменьшит, то как-то недобитой выглядит вершина. Поэтому я лично для текущих покупок поставил как раз тейк на вершине еще от 1 сентября и рассчитываю на то, что все-таки попытается добить. Ну, а потом уже буду смотреть, возможно, какие-то разворотные нам сегменты дадут. Ну, пока что добивают вверх, в принципе, так же, как и евро, и потихоньку готовят на разворот. Вот. Соответственно, индекс доллара, нечто очень похожее, только в зеркальном виде, соответственно, движение вниз. У нас есть расширенный торговый канал, он строится вот таким образом. Можно и общий построить вот так, но это не совсем будет правильно, потому что слишком большой угол наклона, и они в основном распиливаются. Данный канал здесь более актуален будет на данный именно момент. Вот. Ну, и плюс ко всему, границу, значит, 91.70 – это тот уровень, который мы с тобой ставили уже даже, не знаю, не первый месяц, наверное, да, сколько мы говорили о том, что 70, что обязательно цена попробует годовые минимумы. Она, собственно, это и сделала. И действительно, вот вчера красиво, пускай даже сложным пробоем, это неважно, но главное, что данные границы все-таки ценам уже испытала. И я считаю, что движение на этом не факт, что закончилось. Могут попытаться еще в район 90 добить. Это, на самом деле, очень неплохой уровень еще на дневном графике. Если посмотреть, это важный, значимый экстремум. И еще с 2018 и 2017 годов. То есть такая, как некая область вращения. Такие области вращения очень часто являются очень мощной поддержкой по цене. Поэтому 90, ну, плюс ко всему, еще и круглый уровень. Я считаю, что действительно можем взять. Единственное, только не факт, что это вот прям с текущих. Это могут там через коррекцию, через флэт, там еще как-нибудь. Потому что падали мы тоже зигзагообразно. Поэтому, собственно, продолжение падения точно такое же зигзагообразное у нас запасно может получиться. Так что, в целом, по баксу, да, я тоже за снижение. А потом уже такой более-менее значимый коррекционный отскок вверх. Ну, тут будут две цели. Самая ближайшая в районе 92,5 появится. Она такая немного размазанная, но все-таки есть. И более стратегическая уже на 93. Так, ну, и касательно нефти. У меня лично по нефти еще и на прошлой неделе, и на этой неделе идея была такая, что сделают все-таки ложный пробой в начале. А потом уже, действительно, амбалят они стратегически. Я ее смотрю на хорошую коррекцию вниз. Дело в том, что объемы вверху тоже накопили весьма существенные. В нынешнем контракте у нас начался фактически с позапрошлой недели уже переход произошел. И в идеале, когда формируется такая вот комбинация, и в ней внутри нету как таковых каких-то серьезных поползновений на продажу, то в основном я считаю, что происходит ложный добой вверх. Там могут на 46,5, могут там и до 47 дострелить. Потому что я смотрю по верхним границам, если опять-таки брать опционы, то вот где у нас находится верхняя граница. Это 46,90 на данный момент. По мере приближения цены к данному уровню он будет отодвигаться. Поэтому, условно сказать, это где-то на 47 баксах находится у нас верхняя граница. Поэтому я лично считаю, что запросто дадут перехай. Тем более до 47 там не так уж и много. 80 тиков – это, в принципе, мелочь для нефти марки BTI. И, следовательно, затем уже вместе с тобой полностью согласен в том, что такая более существенная коррекция вниз у нас все-таки пройдет. Поэтому, если так посмотреть, то, в принципе, по всем фронтам тут плюс-минус примерно одна и та же картина формируется как полная синергия. Денис, спасибо тебе за комментарии. Действительно, рынок сейчас очень хорошо подвержен или как бы позволяет себя анализировать из позиции техники, из позиции фундамента. Я очень надеюсь также, что в следующий раз мы с тобой лишь продолжим констатировать нашу с тобой правоту. То, что никаких сюрпризов за предстоящие два дня не произойдет. И в следующий четверг мы увидим еще выше риск и еще ниже доллар. Спасибо тебе за то, что ты смог найти время. Классной тебе недели и до встречи в четверг. Пока, Денис. Спасибо, коллега, до четверга и прибыли нам на этой неделе. Пока-пока. Пока.